может такое быть что все вот это вот действительно все протестные деятельности это те кому нужно именно птичье молоко сейчас у нас те люди которые нужно птичьем молоко борьба сон разработчиков да info это что такое у воды инфу это проект занимающийся мониторингом и освещением политических преследований в россии а также помощью людям которые попали в такую сложную ситуацию сверхзадача воды инфу прям вот если коротко вот это прям кондесенции что сверхзадать чтобы это не происходило и создать инструменты которые позволят в дальнейшем этого избежать вообще не было давления и преследования или все-таки чтобы это было как-то в рамках чего-то мы сейчас не находимся в том состоянии чтобы на какие-то слишком удаленные перспективы чтобы уже вот так вот тонко разговаривать у нас сейчас намного хуже ну короче сверхзадача это просто бороться сейчас мы боремся с тем что происходит сейчас а сверхзадача это не допустить такого дальнейшего вы появились мы появились в декабре 2011 года когда были вот эти вот первые было ночным протест против фальсификации на думки на думских выборах пошли эти большие митинги и много людей очень удалось протест и они скажем скажем так просто не знаю что делать нужна была какая-то помощь ну то есть тогда уже начинут из тогда уже не было все тогда все было не так безоблачно как мне кажется мне кажется что было достаточно я помню а купая байт и все такая весна гуляет рубинштейн ты кстати был там да по-моему с ними в самом начале еще ну я туда заглядывал скажем так не то что это много времени правил не мощи весны никакой ну в любом случае это не начало времен и уже до этого было все не весело просто в тот момент огромная масса людей узнала о том что происходит как власть борется с предшествующим то есть много людей узнали что такое все повалили на улице погуляли и не помню когда было это круг вокруг садового кольца картина бежали за ручки белыми леночками было зимой 12 года мне кажется зимой или может быть уже весной 12 ну то есть еще до того как как прошли совсем прошли выборы и все уже пошло на ужин сочинение серьезно в овд-инфо начиналось то есть это все равно это были такие давайте там ну там два-три человека давайте что-то там мониторить или вы сразу думали об этом как об организации сначала это было два человека со смея средних не было был мой брат и программист даня и наш друг греша хоть он журналист нет конечно 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 сперва не думали бы так серьезно думали о том чтобы просто чтобы составлять списки задержанных и публиковать для того чтобы ну для того чтобы родные знали для того чтобы знали менты что известно про людей где они находятся это уже достаточно хороший барьер чтобы там не бить людей допустим новоделах ну тогда они били я думаю или тогда тоже было да жалко я думал тогда была весна ну нет тогда не было весны ну а ты вообще до этого тоже как-то связан был с протестной деятельностью да я где-то не знаю внутри около протеста с довольно давних времен еще со второго марша несогласных ну тогда это наверное все-таки вот когда были марши несогласных да там первые все-таки это было мне кажется действительно такая просто анархия и все то есть типа давайте потусуемся нет чем это отличалось что ты имеешь ввиду чем это отличался от того что было в 12 году в 12 году стало как-то уже всем понятно что что-то идет не так а до этого все-таки большинству не было понятно то есть может быть несогласным было что-то видно мне например я посмотрел на них я был на каком-то марше смотрел на них и думал ну ребята что ну смотри просто на самом деле там это несогласие оно может начаться с того что ну например как я вот пришел на это был наверное весна 7 года это был второй марш несогласных я пришел просто посмотреть что там происходит там очень жестко людей задерживали били дубинками хватали абсолютно просто так ну собственно там я вышел стоял к известий на пушкинской площади просто стоял собственно еще никого не знал отдельно смотрел на то что происходит ну подошли космонавты под ручки взяли посадили в автозак у нас сейчас такое распространенное это слово довольно и под ним сейчас понимают автобус для перевозки задержанных а это был как раз настоящий автозак то есть машина для перевозки заключенных то есть это кузов камаз рассеченный на две половины две очень узкие камеры в каждой из них по две скамейки там там людям очень тесно душно когда душно когда холодно есть отдельный стакан для самого буйного человека у нас автозаке просто его забыли когда автозак подъехал к отделу полиции он там очень несколько часов просидел но это было довольно жестко и вот это несогласно но не согласно говорили некоторые прям так и понимали от вот это слово как то что но они не согласны с протоколами которые там на них пишут что там кричал чего-то там этого обычно не бывает то есть происходит рандомное задержание и то что про тебя там пишут в этих бумажках она зачастую даже и действительности не соответствует ну да то есть я сначала видишь судьба или что-то такое у тебя несправедливость и вызвало в тебе волну да такое действие даже не лично по отношению к себе но он просто то что происходило конечно было совершенно безобразно ну ладно но это такая лирика даты или вступление хотя может мы еще поговорим про политику хотя ну чё о ней говорить вот политика она есть о вода инфо трафик есть 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 вы как бы оцениваете уже себя как как элемент сми такой да то есть мы оцениваем себя прежде всего как внутри себя называем агентство плохих новостей то есть даже не то что особо важно что вот к нам кто-то зайдет и почитает хотя мы точно знаем что например в правоохранительных органах бывает такое что люди сидят и читать наш сайт намного важнее то что нашу информацию распространяют мы со временем стали этим источником которому доверяют и многие сми ссылаясь на нас распространяют то что мы пишем вплоть до иногда в редких случаях вдруг федеральных каналов например федеральные каналы да было такое но они наверное с критикой нет 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 вот именно просто как по данным источник информации по данным в динфо задержаны избиты бывало но к сожалению летом так и происходит простые советы прямо только очень быстро да например мы прям дадим это коротким таким этим по подводкой меня задержали да ну например меня задержали на митинге да вот прям 1 1 1 1 1 1 там чего ругаться не ругаться телефон отдавать не отдавать телефон не давать знать свои права на что ты можешь сослаться пользоваться нашим телеграм-ботом vd-infobot он на каждом этапе подскажет тебе на что ты можешь сослаться телефон можно давать только тогда когда тебя помещают в камеру уже в автозаке наверное не стоит особо буйствовать потому что там уже тебе никто не поможет и только там какой-то излишний конфликт с полицией узнать свои права следить за бумажкой который ты заполняешь это тоже у нас все прописано надо читать что-то подписываешь и будь спокойным главное наверное да быть спокойным это такой совет для любого случая знать что ты подписываешь значит тебя инкриминирует непогновение полиции там не знаю что там участие согласован в митинге ничего не подписывать да сейчас стоит отметить что новое веяние у нас и кажется если не ошибаюсь верховный суд он запретил запретил вменять неповиновение если тебя задержали за участие в митинге то есть если ты нарушил митинговую статью то тебе не должны за это приписать статью 19.3 за неповиновение законному требованию сотрудника полиции что очень часто делалось поэтому возможно ее просто будет меньше ты статьи все что все что дают подписать просто нужно читать смотреть и всегда можете написать там свою версию но можно и сослаться например на 51 статью конституции и не просто отказаться от этого дела можно это ничего страшного или лучше нет в случае вместо этим задержания ничего страшного просто ну как бы лишний раз злить тоже не хочется в данный момент и никого не не злишь вот тем сотрудникам полиции которые у тебя который тебя принимаются в замечательном доме ему абсолютно фиолетово напишешь ты что там эти козлы меня схватили потащили я вообще не при делах ах вы сволочи не им неважно что там будет написано или ты просто там напишет да я согласен конечно все так и было то есть то решение которое вынесет суд потом она может быть ну короче она от этого практически не зависит если ты если ты будешь говорить что ты что пришел нации участвовал не хорошо чтобы это сопровождал в действительности то потом сможешь сможешь проще обжаловать нарушение полиции в уже там европейском суде права человек лучше писать и писать что был все да достаточно важная штука что тебя лишили права на право на свободу собрания которую ты убивался адвоката требовать в америке в кино видел да мне кстати слава богу у меня задерживали там полиция там может по делу несколько раз ну и как-то я чувствовал себя абсолютно бесправным этим винни-пухом которого могли пинать куда угодно и я такой ну ладно только не убейте американские смотрят что у них там есть права у меня я должен позвонить адвоката у нас такое обычно телефон не забирают в отделе полиции по крайней мере долго этого не делал то ты можешь позвонить если у тебя есть свой адвокатом вызвание своего адвоката можно позвонить нам если ситуация тяжело этому постараемся тоже помочь юристом или адвокатом или как минимум проконсультируем но в принципе по административным делам обычно это не так критично про чат ботоводинфо вы его делали начата на платформе на какой-то разы или делали сами или сами от начала до конца мы делали его сами собственно с помощью бота пик который телеграмм предоставляет библиотеке телепод питоновской ну и собственно самого питона почему так сложно почему не воспользовались вообще вам программистам да для вас как раз проще написать чем воспользоваться там диалог флотом каким-нибудь возможно просто сказать начинаешь делать что-то чужими высокоуровневыми средствами то запросто ты упривешься в какой-то в какой-то момент в ту ситуацию что тебе уже хочется чего-то другого а это другое уже невозможно и то что ты делал она тоже пропадет я думаю что там практически верно что в данном случае была оборвана такая ситуация потому что у него там ну всякие какие-то есть нестандартные возможности мы бы хотели развивать дальнейшем самим сделать ну да то есть полностью с нуля сделать бот без платформу только программисту или нет или нас не очень сложно но сейчас питон осваивают довольно много людей есть масса курсов есть всякие возможности в интернете что-то изучить и уровень вхождения туда довольно низкий как мне кажется можно очень здорово что там есть система программирования там браузере то есть питон серверный язык и по идее исполняется на сервере и соответственно ну ты должен запускать тот код который на сервере но вот такая штука как юпитер она предоставляет возможность тебе что-нибудь попрограммировать в браузере у тебя исполнится это при этом на сервере а ты про это даже в общем собственно не будешь особо задумываться это такой вид блокнотного программирования когда у тебя код исполняется по кусочкам это тоже облегчает вхождение ты всегда там может попробовать подкрутить а потом уже перенести на какой-то более серьезный вид дело даже не в питоне говоря именно в чатботе что у чатбота я так понимаю но кроме самого кода есть чего-то сложная система взаимодействия ответы вопрос у него есть api она довольно просто и удобно собственно продолжилась допустим это дурская традиция что опи вконтакте свое время было было очень удобным с помощью него можно было легко и просто много чего делать у телеграм тоже удобно простой api и дальше просто все зависит от той логики который ты хочешь выстроить не понял не услышал это не просто или нет я не знаю если ты никогда не программировал тебе наверно будет сложно но дойти с нуля до такого бота это не что-то для этого не нужно там 10 лет разработки за спиной за сколько вы его сделали за недельку наверно за недельку ну как-то так примерно ну что-то когда допиливали там а нет желания ну насколько я понял я пока слава богу не воспользовался так зашел него посмотрел и вышел пока не понадобился нет желания идеи расширять и расширять и вот это в общем ты штуку с которой можно и поболтать в этом нельзя в этом боте ты можешь поболтать с нами то есть если ты напишешь какой-то общий вопрос тот который не укладывается вот в этот алгоритм воздержания то мы это прочитаем и ответим собственно эти сообщения пересылают бот присылает от нас людям и обратно поболтать с ботом как с каким-то программным решением то есть у нас в принципе мысли может попробовать в какой-то момент двигаться в эту сторону но для этого нужна достаточно большая серьезная база вопросов и ответов скажем так чтобы это хорошо и качественно работала так как эти дела связано с не очень приятными ситуациями в которые человек попадает то тут и некоторый риск и пока точно рано пока у нас есть желание расширять его тематически и добавить туда ближайшем будущем с вами с тобой ну какую-то инструкцию как себя защищать судья точнее но в принципе инструкция у нас существует в каком-то текстовом виде но вот как подсказка когда ты попадаешь туда как себя вести мне кажется это будет полезно потому что скажем так суд как мне кажется это такая это еще менее приятная штука чем полиция потому что ну тебя на суд остается какая-то надежда что вот там тебя схватили какие-то чуваки не честно притащили что-то написали какие-то бумажки но сейчас вот справедливый суд возьмет и тебя правда это тут ты же видишь совсем зачастую видишь совсем циничных сволочей и тут нужен чат-бот который будет тебе говорит успокойся не расстраивайся все хорошо там будто страдал иисус страдал и ты страдай ну понятно чат-бот ну то есть судя по всему разработка оправдала себя да вы прям поняли что молодцы попали в это в точку да да мы довольны и хотим дальше продолжать в том же духе это круто да ну и главное что чат-бот это действительно я так понимаю что ну может быть опять же я человек сильно отсталый мне кажется что все таки вещь еще даже сейчас она еще такая ну для многих новая а вы его сделали получается когда в прошлом году наверное мы запустили но очень летом перед акцией 12 июня в прошлом году ну да то есть тогда это было еще более такая штука прогрессивная ну как бы и здорово и телеграм главное еще и не закрываем до сих пор работает кстати можно перенести там сама сама структура нужно просто любая нет боюсь не совсем так потому что собственно почему это был телеграм не только потому что ну уж ему значительной степени доверяем как транспортному средству для сообщений сейчас у нас общем такая какая-то приватная зона слегка по сравнению с с телефонной трубкой которая на очевидно что у нас прослушивается дело не только в этом а в том что их бота пи позволяет создавать кнопки это у них вот стандартно совершенно такая штука как раз ты не просто принимаешь сообщение у человека вот есть есть некоторый интерфейс который можно с помощью этого api сдавать это важно и если я не ошибаюсь в общем совсем не везде это есть технически будет тяжело переехать ну вот прям такую штуку сделать ну просто таких возможностей может не быть но это в общем за вас получается телеграм скрывают из-за вашего бота хотя ну есть такое ощущение что кому-то хотелось бы читать что там происходит были какие-то довольно странные попытки предложить свое участие в этом сайт 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 давление на сайт в принципе вы я так понимаю свои длительности достаточно независимо никто к вам особо не приходит да компьютеры не выносят да компьютер у нас никто никогда еще не пытался выносить зачастую это довольно сложно потому что там ну люди часто из дома работают и как-то это можно да но это большая серьезная акция из каких-то таких серьезных неприятностей нам обрушили сайт атакой в прошлом году перед не не перед собственного время акции 26 марта собственно это было ну это было явно как это вот политическое воздействие это был это было мощно и мы к этому оказались на тот момент не готова пришлось какое-то несколько часов потратить на то чтобы сайт поднять и защитить да сейчас мы готовы какие-то советы простые ну да простой совет если есть риск такой истории то воспользоваться какой штукой вроде код флэр да мы на домами пользуемся кул флэром и не боитесь то есть у нас же вообще-то хакер это самое страшное американского скрывает и так далее то есть они клод флэр не могут скрыть не боюсь я про это говорить нет я смысле что-то что-то клавая настолько защищен что его не скрывают даже наши крутые хакеры которые всю америку просто все зависит от того сколько есть денег на такую атаку хорошо это чем хороший совет на код флэр и это наверно платно к сожалению не очень дорого там если как и бесплатно опция точно там есть какая-то бесплатная возможность ну и для каких таких особых случаев когда там вашему совету угрожает опасность это можно можно какое-то время включить это будет не так дорого есть какие-то более мощные штуки например если не ошибаюсь у нас есть такая система куратор русская русская да и российские разработчики российской разработчики кажется она сильнее полу флэйера мне кажется что это не может такого быть может вполне возможно на пол ставки нет нет не думаю ну ладно я просто не представляю что в россии как бы это ну ладно у нас довольно мы знаем что у нас довольно сильная айти отрасль где-то и где-то она просто выстесняется за границу как там с тем же телеграмм не я не потому что даже нет у нас конечно у нас классные разработчики знаю что россии россия полна талантом правда жалко что они все разъезжаются особенно войти тем более что но про то что эта тема тема защиты сайтов от атак и так далее то есть это вроде бы точно должно быть под 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 их неусыпным контролем я не могу точно сейчас сказать где они базируются когда понятно всякие крипто анархисты кстати что касается протеста сейчас перепрыгну правда и вот сейчас какой-то политический протест кстати затухает потому что это стало все становятся понимать что это бесполезно в общем то то есть ну вот абсолютно бесполезно есть такие есть вещи когда можно хоть что-то сейчас ничего есть ли вероятность что просто надо валить в крипту куда-то в крипту в крипто анархизм куда-то то есть государство вы тут сидите вот у тебя не возникает таких мыслей что ну что это за бред какие там акции я буду сидеть да пусть они делают что хотят там а я буду сидеть у меня тут будет своя движуха свой анархизм нет у меня слышно таких мыслей не возникает и я уже с тобой не согласен что что это все бесполезно просто ну наверное протесту стоит как-то расширять какие-то свои методы пробовать то есть действовать по-разному искать какие-то пути просто относиться к этому скажем так менее истерично чем к этому нас относится то есть там как-то говорят ну там типа горит все огнем и здесь никогда ничего не будет да 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 вот нужно как-то ну просто мне кажется если ты участвуешь какой-то протестной деятельности в россии тут и наверное наверно должен видеть какой-то в этом смысл и конечно этого смысла ты не можешь видеть если господи жги у тебя есть еще порох в пороховницах ты готов еще вопрос да вопрос не во мне мне кажется что ну как то есть какие-то перспективы рано или поздно здесь что-то поменяется просто ну вообще как бы протест да в какой-то момент ладно я действительно себя что там у меня такие взгляды ну такой пессимистичный настрой у кого-то оптимистичный просто протест может уходить в другие сферы да ну то есть там если государство становится например я не говорю про нашу государство сейчас а про гипотетическую государство становится монстром то можно уйти в это peace and love hippie да дети цветов это же тоже был протест в общем то они колесили по Америке в автобусе Кен Кизи с круглосуточными тусовками протест крипто анархизм в общем то протест мог бы быть да крип то есть у меня здесь своя как бы жизнь своя тусовка свои деньги а государство в общем там не возникает у тебя от этого таких нет у меня не возникает мне кажется что есть много чего интересного еще в нашем мире хорошо тогда опять по технологии у нас же все-таки мы уже про технологии должны рассказывать мы же теплица социальной технологии топ-5 приложений которые ты посоветовал которым пользуются пользуетесь пользуетесь вы ВВД-инфо пользовались бы люди вот обязательно надо довольно сложный вопрос если ты не уточнишь очень помогающий слэк там не знаю асана но такие вещи которые как бы условно ВВД-инфо которые помогают работать свою работу выстраиваете вокруг хорошо слэк да пожалуй это самые удобные команды мессенджер есть вариант какой-то ну короче говоря там максимально защищенный вариант это если не доверяешь разработчикам слэка которые тоже русские это здорово на самом деле да они где-то там не помню честно говоря в Европе или в Америке они базируются но это тоже русская разработка если совсем не доверяешь слэку тогда наверное какой-то так вроде рокетчата который ты можешь поставить сделать свой хост и поставить себе на сервер но что такое точно должно быть это это air table это такие прокаченные прокаченные по сравнению с гуглом таблицы в которых ты можешь в приятном интерфейсе но в общем создать себе там по сути прототип базы данных или какую-то временную довольно сложную базу там типизированные данные там есть возможность быстро что-то что-то закодить ну да как до какого-то определенного уровня и это позволяет в общем очень быстро ну реализовать какую структуру данных которая тебе нужна в работе собственно например тот же бот у нас сначала работал но мне нужно было очень быстро поднять и не хотелось разбираться выбирать там базовую и наложить какую-то структуру мы просто создали таблицу air table у него есть отличный api подключили она к другому и все замечательно и приятно тот же юпитер это хорошая ну если вы программируете на питоне а если не программируете то наверное есть смысл начать потому что на нем очень много чего сейчас можно делать быстро и довольно легко туда войти вот юпитер это как раз такое средство быстрого вхождения туда тигра с его api со всеми этими делами удобная штука не что-нибудь пятое ну хорошо то допустится пусть это будет асана да не пользу ну то есть пользуется да какой-то не то чтобы очень перегруженный но при этом довольно там много возможности все таки есть и если перестроиться на такой стиль работы то конечно очень большое подпорье ну вот смотри сейчас такая история да происходит вот это новое величие и какие-то пытки вдруг всплыли ну здесь они всегда условно были но сейчас что-то вот их стало много и люди просто мрут да да нет пыток да в том что собственно величие тоже есть небольшая пыточная история ну в общем вот да новое величие это новое величие пытки пытки вот я так тоже иногда думаю что может быть поэтому и вы существуете и вас так особо не трясут и не эти пытки что на самом деле это попытку то есть вроде как люди борются за свободу да но они нужно распространять информацию о пытках с одной стороны а с другой стороны это вообще дикое запугивание живем в ситуации где то есть я например понимаю что если я завтра меня заберут завтра же меня могут ну поломать руки ноги там совершенно спокойно я это знаю я подумаю я никуда не пойду зачем нет может такое быть что и вы и это все существует для того чтобы простые люди обыватели ни за что не пошли на улицу то как ты конечно не может быть потому что мы существуем не для этого мы про себя просто знаем что мы существуем до для того чтобы помогать людям но почему нас не закрывают а как-то сильно не мочит да это вполне себе может быть причина что в каком-то плане и может быть выгодно выгодно наши деятельность как запугивание хотя мы всегда стараемся как бы этот ну там смягчить какие-то акценты и не говорит там завтра всех посадят арестуют ни в коем случае не пиши ничего в контакт забейся под диван и не высовывайся оттуда это совершенно не про нас но тем не менее просто сама та тема на которой мы занимаемся увы она она такая да другая причина возможно ну и может быть интересно просто получать как утренную информацию потому что когда там мбд говорит что задержали 20 каких-то придурков а на деле оказывается что это там вышло масло народу они там приняли 1000 человек то кто их реально посчитать и сниму ну где-то у них могут быть какие-то какие-то способы но на хорошо иметь всегда второй источник ну да с вами понятно просто я вот так побаиваюсь что ну действительно с одной стороны как бы люди-то люди-то ну по чесноку я не говорю конечно не про вас не про те кто сейчас пытками пытается раскрутить данные не новые газеты вот естественно не вроде по чесноку но получается что это в общем на руку это для того чтобы я ни за что не пошел на улицу тоже есть есть по этому поводу в разные мнения есть такое мнение что это когда происходит такие истории например как с увеличим как с вот этими пытками ярославля сейчас что-то людей злит и что они наоборот больше настроены бороться вот например после нового величия появилось такое ощущение что люди хотят вот как-то как-то в этом этого дела ну то есть есть такое некоторые есть такой некоторый вакуум люди хотят хотят что-то делать но не всегда знают как последний может быть тогда вопрос у стругацких было произведение градообреченные не читал к сожалению я думал что все программисты должны были читать стругацких потому что так нет я считал стругацких но мне кажется у них точнее там просто но тогда тем не будет не совсем понятен пример там просто какой-то какой-то момент государство становится тоталитарным да там есть большой эксперимент люди участвуют в этом эксперименте а потом в общем всем надоедает и власть захватывает обычные люди обычные такие обыватели начинают строить обычные государства даже не тоталитарное просто государство до этого был великий эксперимент и начинают люди сжигать себя например там знак протеста на площади кто-то там жёг и они стоят два человека разговаривают они получается там главный герой он стал он был другом вот нынешнего президента президент говорит что всегда будут люди которым нужно птичье молоко вот у нас все есть вот все есть но нет ничего молока а будут люди которым нужно птичье молоко и не всегда будут связь сжигать на площади протестовать вот тебе не кажется что может такое быть я не знаю вот я у тебя спрашиваешь так может такое быть что все вот это вот действительно все обратились на деятельности это те кому нужно именно птичье молоко сейчас у нас сейчас те люди которые нужно птичье молоко нет я с тобой вот абсолютно согласен я тебя могу привести чтобы основание почему это не так у людей людей нету базовых каких-то вещей нет безопасности зачастую нету крыши на головой а у многих у многих очень тяжело финансовая ситуация нет нет работ и вот эти как бы политические права это уже там право митинговать это всего лишь там верхушка айсберга на самом деле за этим но просто масса стоит экология ужасно мы видим то что происходит подмосковье тут все-таки когда живешь около свалки и тебе нечем дышать это не птичьи молоко но понимаешь дело в том что большинство людей которые участвуют в протесте так это странно конечно может быть совпадено у них действительно все есть у них есть чаще всего есть крыша над головой и в общем-то деньги по сравнению то есть мне кажется или нам всем кажется я не знаю или вам всем кажется что вся страна голодает я в общем-то сильно представляю что происходит в ста километрах от москвы и дальше там действительно нет ни денег ничего люди не спевается но они же не участвуют в протесте конечно участвуют люди которых в общем все достаточно хорошо да это происходит действительно как бы ну во многом это так ну это связано с тем что с недостатком информации у людей когда появляется какая-то какая-то активность рядом люди принимают много ну как так не активнее присоединяются а если это где-то какая-то кучка интеллектуалов в москве собирается во дворе то но совершенно не стоит ожидать и и так к этому и относится да что могут тут все знаем и знаем как все должно быть а там вокруг ну вот это все неразумное существо не стоит ожидать что к ним присоединится масса людей тут вопрос в том числе и в позиционирование в позиционировании протестующих тоже то есть ну к сожалению вот с этой с историей четырнадцатого года с войной с украиной связано то что как-то люди разучились друг другу разговаривать причем со всех сторон и эта пропаганда работают совершенно по-разному она не только внушает ура патриотизм но и то что мы живем там в стране быдло вокруг идиоты не способны там сдвинуться и так далее и тому подобное все где разбрасывать на разные полюса и там как-то только начинаем собираться и приходи себя я просто хотел все-таки про то что протестного у меня вот друг вот который красил эту стену он говорит все это говорит бред настоящее протест начнется когда работягивает работе не выходят когда голодный не факт что работяги знают о том что о том что это ну как то очень есть какие-то центры которым можно провязаться и с ними выходить бывает ситуация когда вот прям совсем прижимая да вот люди когда людям нечем дышать уже становится но тут они ну ну как-то вот сами просто там на улице оказывается просто без вариантов уже так в общем да тяжело люди живут но как-то не видят пока каких-то центров сосредоточения протеста наверное которые быстро а может и не видит вообще success story какой-нибудь коротко овдн фон существует давно мне кажется что дико тяжело потому что без беспросветная да такая история ничего не сделаешь но может быть ты считаешь что сделаешь но в принципе у нас происходит каждое освобождение человека из отдела полиции когда он спокойно дошел до дому может вечером просто пить чай и делать все что ему вздумается это можно назвать success story практически каждый день мы с чем-то таким сталкиваемся просто как раз не то что но это не новость новость это когда происходит что-то ужасно ну да я понимаю нет но то есть именно вы именно там не знаю человек учил чат вот в днфо и умудрился как-то разрулить ситуацию вышел ну или там нельзя говорить конечно такая система да если бы не если бы но вот все таки там на 80 процентов это овдн фон хорошо давай расскажу историю связанную с чемпионатом мира позвонила девушка на линию сказала что что ее там метро университет задержали за то что она раскрашивала лица флагами ну и видимо наверное она это делала за деньги и может быть даже задержали ее справедливо но ну как-то это видимо было довольно грубо сделано удалось с ней поговорить с полицией и на самом деле она позволила в общем не по адресу потому что конечно никакой это политической составляющей ничего такого нету но в общем удалось поговорить с полицией нашли вообще язык поняли что как то сейчас вот у нас проходит чемпионат мира нам какие-то такие негативные нехорошие истории потом она еще узбечка по крайне она гражданин узбекистана и ну там посольство подключится иностранные сми вам это надо не ну ты понимаешь на тому так задолбали просто такой беспредел вокруг ужас происходит там все вообще ну известно же да что у нас тут немножко законы поменялись можно было пить пила на каждом углу но поговорили они говорят ну ладно давай ты скажешь что он домой шла не отпустим